Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о российском футболе. И сосредоточимся на московском Спартаке, потому что появились сообщения о том, что красно-белые могут потерять своих иностранных футболистов. Что вот, дескать, легионеры могут разбежаться из красно-белого клуба. Об этом, в частности, сообщает издание Спортклаб, ссылочку в описании я оставлю. На первый источник этой новости. Ну а сейчас давайте разберемся, что это значит, как к этому относиться, и возможен ли массовый исход иностранных футболистов из московского Спартака. Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор – компания Балтбет, и она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод, который также указан в закрепленном комментарии к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги ничем не рискует. Итак, на данный момент ситуация в нашем чемпионате, прямо скажем, неблагоприятная. И мы понимаем, что иностранные футболисты действительно хотят свалить отсюда. По разным причинам. Кто-то не видит каких-то спортивных перспектив в нашей лиге, потому что все-таки многие футболисты приезжают в РПЛ, рассчитывая на то, что они покажут себя в Лиге Чемпионов или Лиге Европы и постепенно переберутся в более серьезные чемпионаты. Например, я более чем уверен, что Клаудинью переходил в Зенит именно ради этого, чтобы проявить себя в Лиге Чемпионов, показать там свои лучшие качества и постепенно отправиться в какой-то топовый клуб. Ну и в том же самом Спартаке, на мой взгляд, многие футболисты тоже воспринимают красно-белый клуб как трамплин. Однако клуб-трамплин, который не выступает в Еврокубках, это так себе затея, прям скажем. Потому что сейчас за российским чемпионатом мало кто будет следить, потому что РПЛ просто замкнется сам в себе. Ну и при этом хотелось бы отметить, что если мы берем вторую категорию иностранных футболистов, которые приехали, условно говоря, за баблом, они тоже будут сейчас в сложном положении, потому что клуб постарается максимально урезать свои траты, особенно после повышения курса доллара, евро и всего остального. Поэтому сейчас и те, и другие не особо заинтересованы в том, чтобы продолжать свою карьеру в России. Ну и, собственно, уже появились слухи о том, что футболисты, отданные Спартаком на правах аренды в другие коллективы, они не особо хотят возвращаться в Россию. Это касается, в первую очередь, голландцев Хендекса и Тила. Ну и касательно того же самого Педро Роши тоже есть разные слухи. Ну а сейчас появилась информация, что и действующие футболисты красно-белых вроде как не прочь уехать. В общем, такая вот ситуация. И давайте разберемся. Вообще, хотелось бы отметить сразу, что, на мой взгляд, полного исхода иностранцев по аналогии с Краснодаром здесь не произойдет. Ну, хотя бы потому, что как минимум один зарубежный футболист, это Промес, он просто, вот знаете, кровно заинтересован в том, чтобы максимально долго оставаться в России. И возможные, скажем так, разрывы, там, дипломатических отношений, возможные разрывы юридической связи между Россией и Европой, вот как раз ему только на руку. Потому что для вас не секрет, что сейчас в Голландии до сих пор идет уголовное дело, где Промес является то ли свидетелем, то ли подозреваемым, то ли еще кем-то. Но в любом случае, всем понятно, что эта ситуация может выйти ему боком. И то, что он оказался в России, да еще и в той ситуации, когда из России, как с Дона, выдачи нет, мне кажется, для Промеса это, наоборот, все, знаете, даже идет в плюс парадоксальным образом. Так что Промес точно останется в Спартаке. Более того, судя по последним матчам и судя по тому, как играет Куинси, он, по-моему, очень заинтересован в том, чтобы сохранить прописку в Москве, чтобы остаться здесь и чтобы его в случае чего никуда не выдавали. Знаете, такими темпами, может быть, нашим клубам стоит вообще поинтересоваться всеми футболистами-зэками из-за рубежа, чтобы они сюда сбежали и продолжали выступать за наши команды. А мы их выдавать не будем. Но это, конечно, не более чем шутка, и, повторяю, Промеса пока что никто не осудил, но есть очень много инсайдов, что там все не лучшим образом для него складывается в вопросе судебного дела, уголовного. Так или иначе, Куинси, наверное, останется. Есть сообщение от агента Жиго, что останется и он, потому что, ну, в случае с Самуэлем, здесь слишком много было копий сломано вокруг его контракта, вокруг его переезда в Марсель дальнейшего. Поэтому сейчас, ну, как мне кажется, Жиго и Спартак и Марсель, в который отправится Самуэль Жиго, все заинтересованы в том, чтобы футболист продолжил выступление именно в московском клубе. Ну, потому что здесь все слишком сложно, и сама по себе сделка очень хитрая, и здесь еще больше усложнять, ну, такая себе задумка. Ну, и к тому же Жиго неплохо относится к Спартаку, уже стал родным для многих красно-белых фанатов, поэтому вполне возможно он тоже останется. А вот касательно всех остальных возникают вопросы. Появляются слухи, что Айртон может прийти в Фенербахче. Появляются сообщения касательно Мозеса, других футболистов. В принципе, Спартак сейчас, как команда, которая неплохо себя проявила в Еврокубках, может стать объектом для массового торга среди иностранных клубов, потому что уже известно из разных инсайдов и новостей, что UEFA и FIFA будет открывать трансферное окно в ближайшее время. Дополнительное трансферное окно для России и Украины. И возможно, возможно, таким образом футболисты и смогут перебраться за рубеж. А Спартак, в свою очередь, может быть, попытается на этом заработать. Потому что сейчас FIFA и UEFA разрешил футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами. То есть сейчас они не будут выступать там, условно, за Спартак, Зенит, Локомотив и так далее, но будут формально принадлежать этим клубам. А вот если оформить трансфер, то можно спокойно и окончательно просто покинуть российский футбол и больше не иметь никакого отношения ни к Спартаку, ни к Зениту, ни к другим клубам. Поэтому сейчас на фоне успехов Спартака в Еврокубках, на фоне того, что красно-белые засветились и в Италии, и в Англии и так далее, я допускаю, что красно-белых будут сейчас активно раскупать. А учитывая то, что Фидун, ну, скажем так, столкнется в ближайшее время с финансовыми проблемами, не исключено, что он ограничит финансирование клуба, и клубу понадобятся деньги, которые можно будет получить с трансферного рынка. Поэтому здесь всякое возможно. И не стоит исключать того, что Спартак действительно будет постепенно расставаться со своими зарубежными исполнителями. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube-канал, и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока. Пока.